25 вересня, 6 годин ранницы. До початка эфира я еще полгодины, але вся творчая бригада уже на своих працовных местах. Диктору Наталье Игнатенко працовать у промым эфире не у першиню, але зараз отказанность особливо высокая. Перед самым початком работы нового регионального телеканала у центральную аппаратную заходит генеральный продюсер Национальной державной телерадиокомпании Кирилл Казаков. Починается адлик часу, засталось 30 секунд 20-10. О 6 годин 30 хвилин починается вещание нового регионального телеканала «Беларусь-4 Гомель». Теперь можно убажить у личбового пакета и у кабельных операторов. Запуская канал «Беларусь-4», мы рассчитываем на то, что зрители в областях будут с интересом смотреть программы, которые делаются именно у них, у них в городе, у них в регионе. Ну а что касается вообще глобальной вещи, то можно размышлять так. «Белтель-радиокомпания» – это большой медиахолдинг, у которого сейчас 6 каналов. Запуская региональные каналы под единой кнопкой «Беларусь-4», мы добавляем еще 5. В итоге получается, что «Белтель-радиокомпания» – это компания, которая владеет 11 каналами на территории, которая называется Восточная Европа. История Гомельского телебачения началась 58 годов тому. Первая офицейная передача вышла в эфир 31-го снежня 1957 года. Миновитая эта дата и стала днем народжения Гомельской телерадиокомпании. С того часу тут реализовали сотни проектов, которые корыстались о популярности у глядачов. До речи, один из них – «Вечеринка по пятницах» и стал подставой для принятия решения об открытии нового телеканала «Миновита» в пятницу. Почему бы новое хорошее дело не начать именно в пятницу? Тем более, что базовой программой нового телеканала «Беларусь-4 Гомель» будет аналогичная программа «Добрый вечер, Гомель». И я надеюсь, что в этой программе будет много интересных гостей, много интересных людей, тех, которые живут рядом с нами, и им будет что рассказать. Потому что свой канал мы запускали прежде всего для жителей всей области. Телерадиокомпания «Гомель». Мы работаем для вас. Открытие у нового регионального телеканала – логичный протяг у всей попередней деятельности телерадиокомпании «Гомель». За почние годы тут створена добрая вытворчая база, а ли у себя вещание обмежевывалось у основном некакими годинами на канале «Беларусь-2». Теперь глядачам пропонуют широк новых проектов – социально-экономичной, культурной, спортивной и правоохранной тематики. А в прочатах у сетку плануется включать ток-шоу с компетентными специалистами и промые телевизионные трансляции массовых мероприемств. Всегда рождение – это, конечно, появление чего-то или кого-то нового. Сегодня Гомельская область получает совершенно великолепный подарок, который я буду уверена в том, что гомельские зрители оценят по достоинству. Потому что те программы, которые сегодня идут с гомельского телевидения, конечно же, востребованы нашим зрителям. И думаю, то, что сегодня рождение нового канала «Беларусь-4» Гомель станет достойным подарком для гомельчан, жителей всей гомельщины и, конечно, гостей нашего региона. Все проекты, которые уже реализуются, «Добрый вечер, Гомель», в годинной программе размываны актуальные темы и знакомства с разными людьми – наставниками, медиками, мастаками, артистами. В перспективе для дачи убачить так самую программу для детей и доведаются, чем живет каждый регион гомельщины. В уголе есть все подставы стверждать, что на телеканале «Беларусь-4» Гомель будет шмат интересного. «Беларусь-4» Гомель – это 17 годин стадионного эфира. Уже зараз у распространства находятся около 10 региональных проектов плюс по 6 информационных выпусков на протягу всего дня. Усёб «Житие региона» теперь на новом канале. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель».